Здравствуйте, друзья! Мы – преподаватели и ученики Вальдорфской школы «Радуга» Воронежской общеобразовательной школы с альтернативной педагогикой. Каждое утро мы спешим сюда в ожидании новых, интересных и познавательных уроков. Здесь общими усилиями педагогов, учеников и их родителей бережно взращиваются и развиваются импульсы познания, присущие каждому ребенку. Здесь каждому учителю важно, чтобы его ученики не просто изучали нужный объем знаний, но и удивлялись, и видели мир ярким, красочным, глубоким и многогранным. Мы хотим, чтобы в Воронеже расцветала школа с альтернативной педагогикой, давая возможность родителям выбирать, в какой школе, с какой педагогической системой и с каким отношением к ребенку учить своих детей. Вальдорфская педагогика, рожденная в начале прошлого века австрийским философом и ученым Рудольфом Штейнером, пришла на Воронежскую землю в далеком 1993 году. Тогда усилиями энтузиастов под руководством Натальи Павловны Елисеевой на базе традиционной общеобразовательной школы была открыта экспериментальная площадка, где новые для России педагогические подходы стали обретать силу и жизнеспособность. Центральное Черноземье по праву считается духовным сердцем России. И, наверное, это не случайно, что именно здесь соединились в стройную систему русские и немецкие культурные традиции в воспитании и формировании полноценной, зрелой личности. Мы эту идею просто приняли, а теперь убеждаемся на практике, что это действительно колоссальная вещь, когда мы к интеллекту приходим как к третьей ступени, через волю и через душу. Вот когда к ребенку уже попало что-то, сначала в виде сказки, в виде истории попало в душу, потом мы руками и ногами волей это либо нарисовали, либо слепили. К интеллекту мы пойдем потом, после того, как руки и душа пропустили уже это через себя. Годы поисков и находок, взлетов и испытаний, которые прошла Вальдорфская школа на Воронежской земле, принесли бесценный педагогический опыт и новое, актуальное познание современного подхода к образованию. Мы очень следим за тем, чтобы это не оставалось каким-то штампом, доставшимся нам из глубин веков, потому что вообще смысл вальдорфской педагогике смотреть и наблюдать за детьми и отвечать на те запросы и потребности, которые они перед нами ставят. Не программа, в том числе и даже не вальдорфская программа, не программа, которую спускает государство, а то, чего требуют дети и жизнь. Быть актуальными, своевременно отвечать на детские запросы и давать им все необходимое для роста и развития. Вот та база, на которой стоит наша школа и которая является смыслом ее существования. Мы долго искали место, где должна стоять наша школа, но, наверное, это место само нашло нас. Мы обосновались недалеко от Воронежа, в коттеджном поселке Зазеркалье, что находится в селе Бабяково. Здесь, вдали от городского шума и бесконечной суеты города, для нас весело шумит листвой лес, играя с ветром, а воздух наполнен звенящей тишиной и покоем. Нам очень просторно и удобно в наших классах и коридорах. Наш спортзал настолько хорош, что заниматься в нем приезжают теннисисты из Воронежа, а в наши окна сверкает куполами местная церковь. Мы обживаем этот уютный уголок, наполняя его своей любовью и заботой, потому что здесь не просто наша школа, а наш второй дом. Мы – школа с альтернативной педагогикой. А что это значит? Если коротко, наша цель – развивать природные способности каждого ребенка и укреплять веру в собственные силы, которые понадобятся ему во взрослой жизни. У нас не просто передают знания от учителя к ученику, но и создают условия, при которых дети, естественно, проходят все возрастные периоды и учатся самостоятельно думать, анализировать, принимать решения. Как это происходит? Уроки у нас разбиты по степени их восприимчивости ребенком. Утренние часы наиболее эффективны для обучения, поэтому в это время мы изучаем предметы, для которых нужна максимальная концентрация внимания. Основные предметы мы изучаем эпохами. Пожалуйста, прочтите сейчас свои наблюдения, которые вы записали к первому и третьему. Максим, пожалуйста. На палке висели разные материалы – железо, алюминий, цинк, дерево, пластмасса. Сейчас идет эпохальный урок. Это главный урок дня. Он позволяет ученикам погрузиться в предмет, чтобы прожить его и прочувствовать. Эпохальный урок длится 1 час 45 минут. Эпоха каждого предмета длится 3 недели. За это время по ряду тестовых работ учителю, да и самому ученику становится понятно, усвоен ли материал. Завершает эпоху характеристика, которую пишет учитель. Мы не ставим оценок. Характеристика – это альтернатива традиционным тройкам и пятеркам. В ней учитель сравнивает достижения каждого ученика во время эпохи с его предыдущими успехами и намечает дальнейшую работу. В младших классах родители анализируют такую характеристику вместе с ребенком. Старшеклассники читают их самостоятельно и делают свои выводы. В программу обучения, кроме традиционных предметов, таких как математика, русский язык, литература, физика, входят игра на музыкальных инструментах, живопись, театральные постановки, походы, чтение книг вслух, жонглирование, лепка и многое другое, что помогает ребенку учиться, развивая не только интеллект, но и тело, душу, эмоциональную сферу. Не пассивное слушание музыки, а само музицирование, пение, игра на инструментах делает человека активным слушателем, потому что активным слушателем не может быть человек, и ребенок, и взрослый, если он сам этого не попробовал, либо петь, либо держать инструмент в руках. А вот это стереофоническое слышание мира, оно и возникает из активного музицирования. В этом есть очень серьезный еще момент социальности, умение слушать другого, и умение вписать себя в сообщество. И вот это тоже очень важный момент, которому помогает музыка и музицирование. Наша форма обучения очень необычна. Это не шаблонный подход, а максимальное развитие потенциала каждого ребенка. С ребятами мы много играем в начальной школе, и даже есть так называемые социальные игры, уроки социальных игр, которые продолжаются вплоть до окончания школы. Это действительно хороший момент для того, чтобы еще с этой точки зрения развивать человека, с точки зрения душевного общения друг с другом. Социальные навыки – это с одной стороны, а с другой стороны тело развивается в подвижной игре, развивается умение быстро реагировать на ситуации и много-много чего еще. В нашей системе знания преподносятся через проживание, исследование, игру, что помогает ребенку получить основное качество в жизни – желание учиться и развиваться. Вот несколько примеров такого проживания. После окончания изучения Древней Греции, ее истории и мифов, мы проводим свои Олимпийские игры. В них участвуют ученики не только нашей, но и других вальдорфских школ из разных городов. А изучение средних веков мы всегда заканчиваем костюмированным рыцарским турниром. Причем костюмы для турнира мы шьем сами. Эти и подобные игры проходят не только в Воронеже, но и в Москве, в Санкт-Петербурге, под Ярославлем. В рамках изучения географии мы все, от начального и до 11 класса, ходим в настоящие походы разного уровня сложности. В первом классе – по своему городу. В старших классах – отправляемся за тысячи километров в горы. В походах мы учимся многим полезным навыкам – ориентироваться в незнакомые местности, разжигать костры и готовить еду, ставить палатки, ходить по рекам на байдарках. Такие уроки не просто дают нам знание предмета, но и придают уверенности при вхождении во взрослую жизнь. В походе обязательно находишь ответ на вопрос «Что я могу? Что я из себя представляю?». На уроках физики любое теоретическое понятие у нас должно пройти через опыт. Как работает рычаг, телескоп, что такое оптика. Вместе с учителем мы проводим опыты, а потом записываем их в тетради, обдумывая, делая собственные выводы. И только потом знакомимся с теорией, опытом и достижениями ученых. Таков принцип вальдорфской педагогики. К теории через практику. Одна из удивительных сторон жизни нашей школы – театр. Театральные постановки мы готовим уже с начального класса. Как правило, это сказки, басни, легенды. В первом и втором классах спектакли представляют всем классом и вместе с учителем. А по мере взросления дети учатся играть отдельные роли. Любая театральная постановка обязательно связана с тем учебным материалом, который изучается в этот момент. Мы также считаем, что многие трудности подросткового периода можно прожить и преодолеть через театр. Одним из основных элементов обучения и социализации у нас является организация праздников. Они душевные и красочные. На них можно отдохнуть, повеселиться, поесть домашних вкусняшек, сделанных руками родителей, купить на школьной ярмарке сувениры, изготовленные нашими мастерами, посмотреть спектакль, посетить одну из мастерских, где опытные преподаватели дают мастер-классы. День знаний, праздник урожая, праздник фонариков, рождественская спираль, большой зимний праздник, масленица, веселые старты – вот неполный список наших традиционных праздников. Наша школа гордится своими учителями. Каждый из них прошел большую школу жизни и сделал сознательный выбор, посвятив себя вальдорфской педагогике. Педагоги подбираются сюда волею судеб. Приходит достаточно много людей, остаются немногие, потому что быть вальдорфским учителем – это очень большая ответственная задача. Ты должен развиваться каждый день непрестанно, ты должен быть достаточно самоотверженно предан тому, что ты делаешь, и должен еще успевать получать от этого удовольствие. Вся наша школьная работа держится на непосредственном человеческом контакте между учителями и учениками. Педагоги стараются, не затрагивая собственного «я» ребенка, способствовать формированию его тела и души таким образом, чтобы со временем он осознал свою индивидуальность во всей полноте и стал хозяином своей жизни. Учителя постоянно поддерживают контакт с родителями, участвуют в еженедельных учительских конференциях и ездят на семинары, повышая свой профессиональный уровень. Наши учителя – энтузиасты и труженики. В школе работает лечебный педагог, который вместе с учителем открывает индивидуальность каждого ребенка. Благодаря учителю дети постигают богатство и чудеса всего света, и именно из его уст исходят для них жизненные надежды. Это очень большая ответственность, и мы благодарны родителям наших учеников за то доверие, которое они нам оказывают. Мы гордимся родителями, выбирающими нашу школу. Они всегда участвуют в нашей жизни. Вместе с нами пекут хлеб, ходят в походы, участвуют в спектаклях и праздниках. Вальдорфские инициативы по всему миру тесно связаны друг с другом. Мы постоянно находимся на связи, оказываем друг другу помощь, обмениваемся опытом. Наиболее выдающиеся педагоги проводят для нас семинары и рабочие встречи. На них мы учимся глубже понимать психологию детства, взаимосвязь между физическим, душевным и духовным развитием ребенка. Они должны перейти в сердце и в волю. Интересно, что любой вид искусства так или иначе связан с руками. Играю ли я на музыкальном инструменте, рисую ли я, танцую ли я. Любое искусство связано с волей. Более 20 лет наша школа дарит радость познания и опыт социализации детям, которым не подходит поточный метод традиционной системы образования. Мы ни с кем не конкурируем, не соревнуемся по показателям, потому что для нас высшей ценностью является развитие личной способности каждого нашего ученика к эмоциональному сопереживанию, ясному мышлению и практической деятельности. Дорогие друзья, если вам близки наши подходы, если вы готовы расти и развиваться вместе с нами, мы будем рады видеть вас и у нас в гостях, и у нас на уроках, и в нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин